Эта программа говорит Губерния. Сейчас мы переходим к главной теме последнего месяца. Гребень-паводка. Я уже запутался. Он третий, четвертый. Давайте узнаем специалист. Сегодня у нас в гостях опять Виталий Дарча, заместитель начальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Виталий Евгеньевич, это третий, четвертый паводок? Волна. Ну, понятно. Скажем так, что это пятая волна, которая сейчас проходит по территории Хабаровского края. Основной участок работы, конечно, это же не участок работы, а уровень подъемов и интенсивность подъемов проходит по городу Комсомольскому на море, поэтому там сосредоточено основное внимание. Пятая волна. А будет ли еще шестая, потому что мы видим как раз вот те осадки, которые идут, и идут они не только на территории Хабаровского края, но еще и Приморье, Амурская область, а оттуда весь сток же идет. Ну, давайте, кстати, видео посмотрим с паблика newswell.ru, я сегодня специально скачал. Судя по всему, вчера там нет-нет-нет-нет-нет, это Хабаровскому краю. Это Хабаровскому краю. Давайте Приморье покажем. Вот, судя по кадрам, там вот просто что-то невероятное, чуть-то не цунами. Там все затоплено, Владивосток весь. Как я понимаю, вся эта вода к нам же попадет потом? Ну, нет, ну, не вся попадет, вода к нам. Вода, которая прошла за прошедшие сутки в Владивостоке, там порядка 126 мм за сутки выпало осадков, она уйдет в море. То есть она к нам не пойдет. А вот тот циклон, который сейчас действует и оказывает влияние на северо-западные районы Приморского края, наши южные и центральные районы, это, конечно же, вода будет собрана в водосборе реки Уссури, но, опять же, по уровню водности Уссури у нас никаких опасений не вызывает. Она всю эту воду аккумулирует и, по большому счету, не представляет какой-либо угрозы, если мы говорим о каких-то там серьезных подтоплениях. Но это до впадения в Амур, а там ведь поток достаточно, водосбор большой. Ничего страшного не произойдет, по реке Уссури у нас это не уровень, скажем так, повышенного внимания. А вот что касается по, опять же, боковой приточности Сунгари и Буреи, здесь, безусловно, конечно же, все осадки, которые аккумулируются в русло этих рек, они будут уже впадать непосредственно в Амур. И мы это с вами ощутим, наверное, в первой декаде сентября, где все-таки интенсивность подъема, она хоть и не будет высокой, но в любом случае она будет сохраняться. Поэтому предупреждаю, наверное, очередной вопрос, когда пойдет спад. Мы сейчас в очередной раз некоторые сдвижения по срокам проходим, и пики значения у города Хабаровска мы ожидаем в период 31 августа-3 сентября, с последующим возможным спадом, если опять не принесет какие-то нюансы циклонической деятельности. Ну, вы знаете, мы все время ждем вот как раз пиковая паводка, вот через неделю, ориентировавшись, через 5-7 дней. Мы вот сколько встречаемся, где-то с начала, наверное, августа, и вот все время через 5-7 дней, все время сдвигается, сдвигается. Безусловно, но я, по-моему, всегда говорил о том, что есть циклоническая деятельность, на которую, ну, вот так вот на месяц вперед спрогнозировать очень сложно, но которая вносит свои коррективы. К сожалению, они не в нашу функцию. А сколько еще десятков сантиметров? Ну, начнем с Хабаровска, у нас может подняться Амур. По Хабаровскому прогнозу 650-670 вот в этих пределах все-таки мы... То есть не меняется сама Амур? Нет, ничего не меняется. Все в целом у нас по тем же самым прогнозам, по наихудшему сценарию, который изначально-то был и рассчитан, и был доведен до населения в том числе. Вот по Комсомольску на Амуре, там значения некоторые у нас подросли. Сейчас уже мы ожидаем пиковых значений на уровне 760-820. Исходя из этого, я уже и оговорился, то, что основное внимание после сосредоточения сил, средств, проводимых работ, по наращиванию временных гидротехнических сооружений, тел, дамп и так дальше ведется именно там. Поэтому это вот основной участок работы. А как их так получается? У нас же, в принципе, одна и та же река. Но вот прогноз меняется в сторону ухудшения именно для Комсомольска, да? Именно для Комсомольска, там некоторое сужение. Он зашат сопками, да? Да, да, да. Это так называемое, вот в простонародье говорят, некоторое бутылочное горлышко. И, соответственно, там водность растет. Плюс мы не забываем еще о прошедшей осадке по озерам прошли. Они тоже, скажем так, в серьезной водности, на серьезной водности, которые дают свои коррективы. Ну и плюс по пути еще в Комсомольску, между Комсомольском и Комсомольском, попадают речушки даже те же мелкие. И они тоже сейчас достаточно большой. Свои коррективы вносят любые объекты водные, находящиеся на территории Хабаровского края. Надо никуда не деться. Ну, я предлагаю, кстати, посмотреть видео, снятое на краинах Комсомольска. Владислав Касаткин выложил. Очень хорошо снято. Вот как раз видно трассу, которая ведет, видимо, с федеральной, вот в сторону Комсомольска, насколько я понимаю. А это, по-моему, объекты водоканала. Если я не ошибаюсь, я, честно говоря, не очень хорошо анонируюсь в Комсомольске, хотя там было несколько раз. Но, тем не менее, видно, что как море действительно разлилось. Будет еще больше воды, насколько я понимаю. И все-таки, что происходит сейчас в Комсомольске и чего нам ждать? Сейчас в Комсомольске текущий уровень, по крайней мере, был 686 сантиметров. За сутки подъем по реке 13 сантиметров увеличения водности. И в настоящий момент все силы сосредоточены на наращивании дамб и доведении их до отметки 900-950. Для того, чтобы уже гарантированно к масштабным подтоплениям не привести объекты, инфраструктуру города Комсомольскного моря, фактически сейчас мы там имеем, фиксируем подтопление 19 домов и 33 усадебных участков. Но, опять же, здесь я говорю, что это никакие не переливы там через тело дамб, не прорывы, не дай бог, и так дальше. Это подпор именно грунтовых вод. Высокая водность дает перевлажненной почве подпор и, соответственно, она выходит. У нас телефонный звонок. Здравствуйте, говорите. Евгений? Евгений? Алло. Алло, алло, я слышу вас. Мы вас снова слушаем. А я хочу вот задать вопрос. Вот я работал в 13-м году на мосту. И? В Комсомольске, да? Нет, нет, возле Осиного речки, которую мы строили здесь. Нет, здесь Хабаровске. Хорошо, я бы говорил, что у нас по Уссури все нормально, 6.30-6.40. Вот, а там специально отмечали краской, метрах. Так, позавчера ездили специально на лодке, смотрели, уже 7.14. А он сейчас говорит, 6.30 всего лишь у них, и все нормально. Спасибо за вопрос. Последние недели обсуждается, что якобы власти врут, на самом деле уровень гораздо выше, показывают там какие-то метки на опорах моста. Да, я видел эти видео, поэтому все-таки я обращаюсь к населению и предлагаю ориентироваться на официальные показатели. Официальные показатели идут от съема с гидропостов, которые, это сеть гидропостов, официальная, скажем так, система наблюдения от УГМС, которые, ну, абсолютно, ну, как сказать, объективно дают оценку. То есть есть водомерные линейки, которые, соответственно, показывают текущий уровень. А вот что было на мосту, ну, извините, я не готов сейчас комментировать, кто наносил эти отметки и так дальше. Да, я могу прокомментировать, я специально изучал, просто потом, когда вот увековечивали наш паводок, понарисовали вот этих памятных меток, больше для красоты, то есть фактически они не соответствуют. А, то есть, соответственно, да. Я лично сужу, извините, по центральной набережной. Вот, она пока не скрылась, соответственно, я точно помню, поскольку у меня под окнами было, как отскрывалось водой в 2013 году, я вижу, что примерно настолько, как говорят, я вижу. Так оно и есть. Да, но при каком уровне вода зайдет на набережную? Интересный вопрос, при каком она уровне зайдет? Не зашла еще. Будем надеяться, что не зайдем. А можно, по большому счету, это интересно не столько сама набережная, сколько объекты города, которые могут нарушить условия жизнедеятельности населения? Фактически, вот сейчас основные участки работы по Хабаровску, опять же, это район Затона. Там стоит группа водоткачивающих насосов, которые варьируют вот разность между уровнем водности Амура и районом Затона на уровне, перепад уровней метр, метр двадцать. То есть сейчас они выключены, сейчас они выключены. И при отметке 540 они вновь будут введены в работу, и вот этот уровень, баланс будут поддерживаться. Чтобы пионерская у нас была, ну, Павла Морозова, скажем так, она была в проезжем состоянии, чтобы люди, по крайней мере, живущие непосредственно в городе, в городском округе Хабаровск, все-таки по основным транспортным магистралям могли свободно передвигаться. Ну и как следствие... Там парус, который, чтобы не затопило, потому что... Парус там сейчас, опять же, это ливневые воды, имеются частичные локальные подтопления, но там техника уже развернута, она на трех участках у нас стоит. Это Парус, Юнгов, это, соответственно, Вилюйская и Богачева. Там техника работает. Но, опять же, это результат осадков, которые мы сейчас имеем с вами. У нас телефонный звонок. Юрий, здравствуйте, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Раньше амур всегда чистили. Я имею в виду, что прокапывали, углубляли. Ну, много лет это было, правильно? А сейчас амур не чистят. Он замывается, зарастает. И не может повлиять вот эта вот вода, что выходит заберегать от того, что мерили русло амуро. То есть вы считаете, что нужно было делать углубительные работы? Конечно, конечно, да, да, да. Спасибо, хороший вопрос. Как вы считаете, на последствия паводка влияет то, что... Вопрос очень хороший. Вот мне очень понравился комментарий по этому направлению. Это больше все-таки вопрос к науке адресован. Комментарий Макинова Алексея Ивановича, одним словом, научного нашего деятеля с ДВО РАН, который сказал, что русло амура – это живая река. Она постоянно меняется, постоянно, соответственно, вносит свои коррективы и так дальше. Да, безусловно, если бы все земснаряды работали именно целенаправленно по дноглубительным работам, то, возможно, локальных подтоплений было бы меньше, но общую водность, конечно, никаким образом бы на общую водность это бы не сказалось. То есть все равно топило бы только в других местах? Да, общая водность у нас характеризуется от приточности. Это Шилка, это Сунгари, это Бурея, и в зависимости от осадков, которые попали в водосбору этих рек. Вот и, соответственно, мы получаем общую водность. У нас телефонный звонок еще один. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос, почему скрывают от людей, топит малую хапсоль, подтопление идет грандиозное, почему молчат про комсомольск на Амуре, я имею в виду? А с чего вы взяли, что молчат? Да, решение странного вопроса, конечно, но я все-таки отвечу. Тут давайте так определимся, что мы фиксируем суточные показатели. Вчера, на срез вчерашних суток, непосредственно, если мы говорим по микрорайону Малая Хапсоль, 4 жилых дома подтоплено, 12 приусадебных участков. Всего по комсомольску я доложил, что 19 домов, 33 приусадебных участка, по срезу оперативных суток на вчерашний день. Сегодня оперативные штабы работают, ведется оценочными комиссиями по всем микрорайонам, работа по сбору и обобщению данных, которая поступает в оперативный штаб и будет систематизироваться. Поэтому здесь никоим образом никто не пытается что-то скрыть, либо каким-то образом показать, что ситуация несложная. Ситуация сложная, ситуация, более того, сохраняет тенденцию к осложнению. Но органы управления, силы, они все сориентированы именно на работу и на минимизацию рисков, связанных с подтоплением. Отопления будут, мы никуда от этого не денемем. Сергей Евгеньевич, можно сразу вернуться к скандальной теме прошлой недели? В комсомольских пабликах стали писать, что дамбы водоналивные МЧС, которые привезли в Комсомольске, якобы сразу отправили в Хабаровск. Давайте сразу прокомментируем. Мы разобрались, это просто испорченный телефон. Ну, не то что испорченный, несколько неверной информации просто. 16 водоналивных дамб были доставлены в город Комсомольск-Намуре, и, соответственно, определены участки их развертывания, там, где они, по оценкам специалистов, имеют больше всего прикладное значение по защите территорий, населенных пунктов, либо объектов и так далее. Поэтому все, что необходимо сейчас именно по средствам сдерживания воды, наоборот, концентрируется именно в городе Комсомольск-Намуре. Гидо-барьер там, дамбы там, личный состав, группировка там, тралы, самосвалы. То есть все, что есть, по крайней мере, в резерве непосредственно под контролем МЧС России, все находится в гарнизоне города Комсомольск-Намуре. Еще один звонок. Татьяна, у нас по поводу Красной Речки, да, вы хотите спросить? Да, да, по поводу Красной Речки. Спрашивайте. Я хотела бы узнать, вот у нас опять затопляют, первое, как это было, затопило, потом чуть-чуть вода ушла, но отстояло, а сейчас опять идет в дом вода. Я хотела бы узнать, откачивать будут или нет? Откачивать будут обязательно. Это мы сейчас говорим о улице Вилюйской, насколько я понимаю, правильно? Да, 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 они там откачивали. Да, совершенно верно, откачивать будут. И, ну, я вам, конечно, сейчас абсолютно доверяю. По моей информации, мне, по крайней мере, доложили о том, что там техника уже стоит. Но если вы сейчас докладываете о том, что там техника не стоит, для меня это, конечно, тревожный сигнал, и после окончания передачи мы непосредственно разберемся. Ну, я утром была, понимаете, может быть, час уже и постараюсь. А, ну, тогда... Понятно. Вы знаете, Виталий Евгеньевич, помните, во время прошлого нашего разговора мы говорили о том, что возможно введение уровня ЧС федерального масштаба. Есть ли какие-то подвижки в этом плане, пока только региональные остаются? Да, уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию остается региональный. И пока каких-то изменений, повышение уровня реагирования не видится в ближайшей перспективе. Можно еще вопрос про Хабаровск. Планируете ли вы эвакуировать жителей многоэтажных домов? Нет, я вам докладываю еще раз. По городу Хабаровск у нас обстановка, хоть и сложная, но она полностью под контролем властей, сил, органов управления. Она управляемая, и никаких масштабных потоплений, которые были в 2013 году, у нас не будет просто. То есть сейчас гаражи и частный сектор? Гаражи и частный сектор, при этом дачные участки, они уже затоплены, к сожалению. Те жители, которые успели собрать урожай, это замечательно. Кто не успел, как некоторые мои знакомые, товарищи, ну не успели, что поделать. А вот что касается Комсомольской намы, я знаю, что уже первые есть потопленцы в бункте временного размещения. Да, да. Можно об этом поподробнее? Развернуто сейчас и подготовлено к приему 3 пункта временного размещения общей вместимостью до 240 человек. Фактически сейчас 21 гражданин уже находится в пункте временного размещения. И при необходимости, это количество, конечно же, будет, количество пунктов временного размещения. Не количество граждан. Количество граждан, конечно же, если будут обращаться, их будут размещать. Но при необходимости будет развертываться более широкая сеть пунктов временного размещения. Такие резервы есть. В принципе, 13-й год показал, что это все было, и этот опыт никуда не идет. И еще, видимо, уже последний телефонный звонок. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я из Комсомольского района, из поселка Пивань. Хотелось бы задать вопрос. У нас сейчас поселок после того, как закрыли железнодорожный переезд в 2014 году, подзелен на две части. И сейчас вот остается буквально 2-3 дня перетопить дорогу, и половина поселка останется без связи с внешним миром. И никто ничего не делает. Ну, каждый пострадавший считает, что... Ну, понятно, понятно. Вот в Нанайском районе так не считают. Тогда, когда, соответственно, дороги перемываются, МЧС России и органы местного управления развертывают лодочные переправы. Да, безусловно, если техника пройти не может, но непосредственно жителям одного поселка нужно, соответственно, преодолеть вот этот сложный маршрут, будет развернуто лодочные переправы. После того, как, соответственно, населенный пункт Пивань будет отрезан, ну, это есть такая терминология, отрезан от сообщения, также там будут развернуты лодочные переправы. Сейчас проезд есть, поэтому пока зона повышенного внимания, еще раз говорю. Комсомольская трасса пока не закрыта. Пока работает в штатном режиме пропуска грузопотоков. Ну а как вы предвидите, ее перемоют как в 2013 году или нет? Давайте посмотрим на развитие и интенсивность подъемов. Хорошо, согласен. У нас в гостях был Виталий Дарчи, представитель МЧС. Мы говорили о пятом грибне Паводка. Да. Будем считать его пятым и очень бы хотелось верить, что он будет заключительным.